Девушки отдыхают Вот они руки Миша Миша Много людей, молодых и разных И много занятий, разнообразных Учеба, тусовки, спорт, интернет На всякие глупости времени нет Что-то вредное, что-то полезное Когда молодой тебе все интересно Ты с этим девизом по жизни идешь Что за девиз? Даешь молодежь И в общем не важно, где ты живешь Даешь молодежь Важно лишь то, что от жизни берешь Летом кому-то прикольно на пляж Как будто на северном полисе даже Нашей фантазиям нету границы Неважно, с лупинки ты или в столице Рэперы, банки, эмо, рекорды Утром учеба, ночью работа С нами ты в ногу по жизни идешь Ты молодой Даешь молодежь Ты знаешь, что хочешь и долго не ждешь Даешь молодежь И как тебе нравится, так и живешь Даешь молодежь Таня, привет, я дома Ты купил одежду для Ванечки? Конечно купил Вот Валера Валера, это одежда для собаки Ну да, ну Вот что, там она Прикинь, по 300 рублей была А еще, короче Вон, подарок дали Ошейник и поводок Теперь у нас с Ванечкой Никуда не убежит Валер, ты больной? Ежедневно Вместо того, чтобы работать Некоторые люди просиживают в интернете По 5-6 часов Но многим и этого мало Они готовы сидеть в интернете По 10-12 часов Сделай свой выбор Стань свободнее Убойся с работы И сиди в интернете Сколько тебе угодно Ролик, создан при поддержке Общества борьбы С интернет-независимыми людьми Даешь молодежь Всем ботаникам посвящается Каман Это фото-рэп Погнали Это фото-рэп Каман Погнали Мы ботаники Мы из другого теста Тут за первой партой Всегда наше место Наши люди Поднимите руки Если вы знаете Правильный ответ У меня есть татушка И я этому рад Смотрите и завидуйте Я равно МЦ-квадрат Девчонки просто в шоке От моей манеры Я могу всю ночь Решать примеры Хэй, хэй, хэй Хэй, хэй Хо, хо, хо Хорошо Послание Келегранжи Каши и фурье Ботарэп Шик за саунд Хэй, хэй, хэй Хэй, хэй Хо, хо, хо Хорошо Послание Келегранжи Каши и фурье Ботарэп Шик за саунд Камон 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 Ага, ага Хэй Это моторэп Йоу, камон Йоу, бэби, камон Здравствуйте, ребята Привет, сгущонка Хэхэ, хэхэ Ну я же просила вас Не называть меня сгущонка Ага Извините нас Сгущонка Федоровна О, вы нас угостите тортиком почти Да, но не просто так Сделайте доброе дело, тогда получите торт Мы нашли вашу сестру Вот, это другое дело А давайте так Я сейчас уйду, а когда вернусь, вы мне расскажете, какие добрые дела вы вообще сделали в своей жизни И я решу, дать вам торт или нет Блин, это шантаж Что делать? Нужны, ну, какие-то добрые дела Давай, как тимуровцы, наколем для бабушки дров и воды принесем Круто А где мы возьмем дрова, кекс? Не знаю О, посмотри, мебель Давай ее наколем, она же деревянная Точно Еще, знаешь, давай найдем голодную собаку и накормим ее А где мы найдем голодную собаку? Ну ладно, найдем сытую, подержим ее сутки и потом накормим Как ты так целый день без еды выдержал? Я бы не смог, красавчик Боже мой, что это? А что случилось? Не кипятись, сгущенка, а то сваришься Мы просто наделали добрый дел сгущенкой Федоровной Вы что, с ума сошли? Вот это что, ваши добрые дела? Это еще не все Мы узнали, что закаливание повышает иммунитет и заперли на балконе участкового Да? Он уже часа четыре закаляется Что? Вы, вы с ума сошли? О, кажется, она обрадовалась Смотри, она оставила нам тортик Согласен, укроп А, а если накормить человека, это доброе дело? Конечно Давай я тебя сначала накормлю, а потом ты меня Давай А потом отправим сгущенку еще за одним тортиком Да, мы вообще так добрыми станем Ну да, удобрять друг друга будем Хай, Данила Хай, Герман Ты пьешь морковный сок? Да Это единственный напиток, который по цвету подходит моей новой рубашке и джинсам от Рената Сафарелли Теперь ты понимаешь, почему я всегда заказываю свекольный борщ Эй, Данила, что за тигровая накидка? Это было модно два дня назад Герман, ты просто ничего не понимаешь Я хочу заказать тигровые креветки Официант, мне, пожалуйста, тигровые креветки С кетчупом С тигровой креветки с кетчупом Свекольный борщ Катерина, что случилось? Ты же никогда не плакала, даже тогда, когда тебе ногу гвоздем пробила Екатерина, как же тебе не стыдно? Это же я всегда плакала, а вы меня утешали Это же меня постоянно парни бросают Ты страдаешь, у тебя любовь, а у меня уже год никому не было Как год? Ты же два часа назад с Виталиком встречалась Да, точно Чего-то я расплакалась Блин, на этой кровати так поплакать тебе? Девочки, меня Эдик бросил Доброй ночи всем, кто не спит так же, как и я Меня зовут Рубен и моя собственная Виталина, на которой можно выиграть деньги своим собственным умом Что для этого надо сделать? Ничего трудного Просто позвонить мне и сказать, в каком из этих стаканчиков находится шарик Просто позвонили, угадали, я вам отправлю деньги и сразу все отлично, понимаете? Мужчина, мужчина, куда вы идете? Возвращайтесь, берите телефон, звоните мне Рубену и говорите, в каком из этих стаканчиков находится шарик Женщина, потом спать ложитесь, верните, сначала денежки выиграйте, потом в баюшке бою Куда вы идете? Мальчик маленький, позови дедушку, бабушку, не важно кого Главное, что твоя семья может выиграть деньги в моей викторине, которая называется шарик-стаканчик Думал, на Курском не появляешься, мы тебя здесь не найдем Опять тут со своими стаканчиками мухлюешь Что происходит? Мы разыгрываем шарик в прямом эфире Ладно, пойдем, все ли, не разберемся Что вы делаете? Уберите свои руки, грубияны, девчонки Да ешь, молодежь Рызавый, что мутишь? Да придумываю комплименты для Шахира Ну, это что, придумал? А, да, придумал? Хм, ты самая сисястая Блин, башка тебе не раздражает, что все время, когда мы что-то говорим, кто-то постоянно смеется Да меня капец раздражает Говори, вот опять Вы что ржете-то? Я не понял, что за фигня, кто ржет, а? Кто тут ржет, я не понял Блин, я сейчас на эту ряду, там ржет, такой устроен Башка, так вот кто ржет, смотри Вы что ржете-то? Вот ты уроды, а Лжавый А ты знаешь, капец, как по телеку Раздражают, когда после каждого снова ржут Да внатуре Башка, я не понял, куда все делись-то? Куда делись-то? Куда делись-то? Жаль Короче, я тебе говорил, тут сегодня в подъезде стены покрасили, а мы везде тут сидим, надо на свежий воздух выйти Блин, внатуре пойдем? Блин, башка Так, следующий Направление давайте Так, стоп, девушка Вы же уже десять минут назад сдавали кровь Понимаете, у меня сегодня вечером готическая вечеринка Я должна быть самой бледной, чтобы понравиться моему парню И возьмите как можно больше крови, я должна быть самой красивой Жоржо, белиссимо В сегодняшнем показе ты будешь лучшим И от нашего агентства именно ты полетишь в Париж Евелина, а как же мы? К сожалению, Данила, самолет не сможет взлететь со всеми твоими шмотками Ха-ха-ха Ты видел? Он ходит вот так вот целый день Как он не устает? Данила, я знаю только одного человека, который не устает за целый день Кто это? Ленин А у Джорджио есть свой маленький секрет Вот что я у него нашел Ах! Это же сильнодействующие витамины Вот именно, Данила Мы их выпьем и перед сегодняшним показом мы будем лучше всех Точно, и от нашего агентства в Париж полетим именно мы Это просто грейтабл Тебе кранты, Луся Ха-ха-ха-ха! Ферман, посмотри, все уже у шлямы до сих пор ходим. Данила, зачем вы съели целую пачку этих витаминов? Потому что мы с тобой хотим лететь в Париж. Да? Знаешь, нам совсем не обязательно туда лететь, мы можем дойти пешком. Действие витаминов все равно не закончится. Да? Ну все, тогда мы с тобой идем в Париж. Да ешь, молодежь! Слушай, Тань, мы сегодня, короче, с пацанами собрались в сауну идти. Потом футбол посмотреть, пиво попить. Валера, ну ты же знаешь, как я к этому отношусь. Ну я-то знаю, поэтому я тебе сейчас об этом и говорю. Ну все, Тань, давай пока. Сейчас первый освободившийся инструктор тебе подойдет. Валера! Все, пока-пока-пока! Валера, ну стой! Валера, ты больной, что ли? Ха-ха-ха! Валер Блин, Мюрсин, как у тебя это получается, а? Три нервишки. Вот я так и знал, что вы тут фигнёй страдаете. Значит так, вот дело расследовать до завтра. И попробуйте только не раскрыть. Товарищ майор. Давай полнять. Во попали, а. Что делать, а? Я не знаю, нужно найти кого-нибудь и повесить это дело на него. По-любому. Извините, пожалуйста, а вы не подскажете, что я не могу? Ага. Сама пришла. С повинной. Проходите, проходите. Давайте я поднималась наверх, а там нет. Никого нет. Садитесь сюда, садитесь. Да что же вы такое, девушка, делаете-то, а? А что я делаю? Взять и среди бела дня избить трех уроженцев Дагестана. А ведь ребята приехали на соревнования по борьбе. Что же вы? Да нет, мы не так поняли. Да что ж тут непонятного-то? Здесь же все написано. Вы вероломно переоделись в костюмы трех десантников и избили беззащитных спортсменов. Да вы что такое говорите? Я бы никогда... Да вы же маньяк какой-то. Алло, товарищ майор? Все, дело раскрыто. Да, маньяк у нас в кабинете, приходите. Мы ждем, ага. Держи ее на опасный маньяк. Да вы вообще... Да вы вообще об наклеили. Я бы шла к своему папе, майору Дубинину. Где этот маньяк, а? Папа! Моша, а маньяк, когда вы зашли, он выскочил... Его надо задержать! Девушка, извините, я опоздал к началу. Вы мне не расскажете, что было, пока меня не было? С удовольствием. В начале фильма одна очень красивая девушка подходит молодому человеку. Очень хорошо. Ну, вот так вот все и было. Спасибо. Офигенный фильм. Не ряби, Катька. Меня этому бабушка научила. Это поможет нам отомстить этому козлу. Ты все принесла. Да, все, как ты сказала. Давай его фотографию. Вот, кидай. А теперь давай его самую любимую вещь. Вот, вот это часы за 800 евро. Теперь он точно пожалеет, что бросил тебя. А теперь его ноутбук. А теперь его паспорт. Военный билет. И вообще, тащи все, вот это у меня. Девочки. Вы такие жестокие. Вам как обычно? Ну, ясен пень. Красава. Здорово, Ржавый. Здорово, Башка. Ты что, это, Людовик пятнадцатый, что ли? Ты что, Ржавый? Ты за базаром следи. Какой Людовик пятнадцатый? Он вообще-то геем был. Историю надо учить. Ну, ладно, ладно, Башка, не температура, все нормально, лоханулся, все, успокойся. Я что, виноват, что меня матушка так нарядила? А, ты опять, матушка, сказал, типа, на концерт большого симфонического оркестра пошел, что ли? Да, я же не мог сказать, что я в клуб пошел, там пива с петелочей сжимать. Мишель, как ты все это объяснишь? Это что, концерт большого симфонического оркестра? Маман, я не могу поверить, что вы за мной следили. Что за маргинальные попытки дискриминировать мою индивидуальность? Э, э, при матушке не ругайся. Да это не ругательство. Так, Мишель, я ничего не хочу слышать, чтобы через десять минут ты был дома. Ладно, Ржавый, я погнал. Подожди, подожди, подожди. Ты что, я позволишь дискриментировать свою индивидуальность, что ли? Ну да, а что делать-то, Ржавый? Я и сейчас домой не пойду, я теперь везде в таком виде буду ходить. А, не-не, вали домой, давай, Башка, вали быстрее, давай. А я пока кого-нибудь защемлю тут. Э, Людовик пятнадцатый, ну-ка подойди сюда. Подходим, пробуем, не стесняемся. Подходим, пробуем. Молодой человек, попробуйте. Вот это? Да, хочу предложить вам вкусное домашнее печенье. Изысканный вкус в лучших кулинарных традициях. Ну как? Очень вкусно. Вам понравилось? Да. А сколько стоит? Ой, да и сколько не стоит, я же его сама пекла. Да, вы знаете, я вообще очень хорошая хозяйка. Я вам беру. Да, вот вам мой номер телефона. Домашний и мобильный. Звоните в любое время. Ой, подождите. Я же еще такой вкусный борщ готовлю. Ммм. Один запах чего стоит. Попробуйте скорее. Я буду вам отличной женой. Правда. Держите. Эй, эй, куда вы? Меня даже в кино водить не надо. И подарков дарить тоже не надо. Я для вас лучший вариант. Поверьте. Подходим, пробуем. О, печенька. Ну-ка, фон. Пошла отсюда быстро. Это моя территория. Быстро пошла отсюда. Молодой человек, подходим, пробуем. Не стесняемся. Вот за эту мышцу мне сегодня 500 тысяч долларов дало. Нет, давай мне. Тренер, братан, что с вашими ушами? Что случилось? Любопытная Варвара на базаре нос оторвали. Эй, тренер, вы походу с этой Варварой на базаре в замес попали, да? Ей нос оторвали, а вам мужчина теле оторвали. Умники. Чего человеком делали? Ну-ка, сказали быстро. Ну, мы поехали с Радиком в музей восковых фигур, чтобы взять фигуру Анжелину Джоулю на дискотеку. Вы что, все попутали, что, зателка с нами. Короче, два часа этого сторожа уламывали, чтобы он нам ее отдал. Оказалось, что это не сторож, а Иван Грозный. Тренер, и мы, короче, потом пошли гулять по музею, и там стояла фигура один в один, как вы. Конечно, стояла. Я же 500-кратный олимпийский чемпион. А она самая первая там должна была стоять. Ну вот, мы хотели оторвать ему голову и принести веб. И, короче, за уши тянем, отрывается. И причем, как настоящий, как человек сделан еще, орет. Мол, мои уши отпустить у вас, стыда нету вообще. А еще она как вы, идиотами нас называла. Да, идиоты. Вам отдельная тренировка. Вы должны вот те жиловески, которые в соседней спортзале есть, их обозвать лохами. А, Вань. А чего за тренировка такая? Сначала-то смелость. Ну, а потом так, на скорость. Ну, так же, давай. Смешно. Таник, ты слышал, что он сказал? Подожди, ладно. Что за паника? Он же не сказал, не уточнил, откуда именно обзывать. Давай отсюда обзывом и все. Да, давай. Эй, Таник, зачем орать? Он же не говорил орать. Действительно. Давай еще потом, да? Давай. Давай. Раз, сильнее. Раз, раз, два, три, фон. Посмотрите, какая у моей подруги тонкая талия. Я хочу такую же. Ага. Значит, дай мне пару дней, и у тебя будет точно такая же талия, как у нее. Окей? Супер. Ам. Ам. Тренер, но еще долго. Как-то незаметно, что у нас одинаковые талии. Я же вам сказал, дайте мне пару дней. Да. Ам. 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 Тренер, а можно мне еще такие же бедра, как у нее? Бедра? Да. Бедра так бедра. Федора. Ам. Я сейчас, сейчас, я тебе сейчас... Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Ирина Федоровна. Опять компьютерные игры. Ребята, все-таки нужно, чтобы у вас было хобби. Сгущенка, я не хочу, чтобы у меня было хобби. Я еле как ветрянку перенес. Хобби – это увлечение. Вот кто-то коллекционирует марки, кто-то вышивает, а кто-то рисует. О, тогда моим хобби будет есть пиццу и не платить бабушке за квартиру. Нет, это не хобби. Вот я принесла вам фотоаппарат. Вы будете заниматься фотографией. Снимайте все, все, что происходит у вас в течение дня. Снимайте все, что происходит у вас в течение дня. Снимайте все, что происходит у вас в течение дня.